А тем временем раскручивается маховик избирательной кампании в соседней Белоруссии, где президентские выборы намечены на 9 августа, но Александр Лукашенко, похоже, уже на взводе. Так, согласно информации официоза белорусского телеграфного агентства Белта, 9 июня президент Александр Лукашенко провел совещание по актуальным общественно-политическим вопросам, где в том числе было уделено внимание ситуации, которая складывается вокруг Центральной избирательной комиссии. Цитата. «Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувство. Переворота в стране не будет. Майдана тем более». Конец цитаты. Вообще-то в своем уникальном отношении к Украине Александру Лукашенко удалось неким чудесным образом разделить саму современную Украину и украинский Майдан, ее породивший. Причем его реакцией на ухудшение отношений с Россией является резкое повышение доброжелательности к Украине и столь же резкое ужесточение антимайданной риторики. Кстати, видимо, преодолевая весь этот когнитивный диссонанс, 4 июня Лукашенко заявил, что радикальная белорусская оппозиция финансируется российскими олигархами. А вот 16 июня, согласно тому же агентству Белта, Лукашенко направил в подарок президенту Владимиру Зеленскому и его супруге белорусские вышиванки. В прилагаемом письме подчеркивается, что Белоруссия и Украина, цитата, «исторически стояли плечом к плечу, защищая права на самостоятельное и свободное развитие». Конец цитаты. Честно говоря, чтобы вспомнить исторические примеры стояния плечом к плечу Украины и Белоруссии, необходимы эзотерические знания Украинского института национальной памяти. Несмотря на заранее анонсированную и плановую смену правительства накануне начала избирательной кампании, наблюдатели пытаются найти в ней некие маяки корректировки внешней и внутренней политики. Ушли три ключевые фигуры либерализации белорусской экономики. Премьер-министр Сергей Румас, первый вице-премьер Дмитрий Крутой и министр финансов Максим Ермолович. Отметим сразу. Белорусская либерализация – это попытка сочетать монетарную финансовую политику с сохранением индустриального потенциала и социальным характером государства. Возможно ли такое, в изумлении воскликнет любая восточноевропейская жертва либерализма? Да, возможно, если, конечно, кто-то вам продает энергоносители по дешевке. А если нет? А если нет, то переходим к либеральному плану «Б». Монетарную политику сохраняем, но с рыночными ценами на энергоносители строим картофельную сверхдержаву с социальной системой, стимулирующей исключительно трудовую миграцию. И что, третьего не дано? Ну почему же? Интегрируемся с продавцом энергоносителей, сохраняем индустриальный и социальный уклад, но делимся суверенитетом. А нельзя ли как-то пропетлять между тремя вариантами? Можно, но до тех пор, пока вам не перекрыли то, что вы называете реэкспортом, а на самом деле контрабандные схемы. И хотя ваш покорный слуга описывает ситуацию иронично, но она на самом деле весьма непроста для Александра Григорьевича. И кадровые перестановки лишь подтверждают это. На место Ермоловича в Минфин пришел его первый зам Юрий Селивестров. Как утверждают белорусские источники, господин Селивестров не имел никаких разногласий со своим шефом Ермоловичем и продолжит его линию. Примерно тоже можно сказать и о Николае Снабкове, который в 2010-2014 годах был министром экономики Белоруссии, затем до января нынешнего года заместителем главы администрации президента, а затем послом в Китае. На должности первого вице-премьера он продолжит, проложенный Дмитрием Крутым, пролиберальный курс. Кстати, экс-вице-премьер перешел в администрацию президента, где, очевидно, будет осуществлять связь между президентом и экономическим блоком правительства. Так что, если смена вице-премьера и министра финансов как-то затормозит переговоры с Международным валютным фондом и другими международными институциями, то ненадолго. Не исключено, что в качестве финансовой подстраховки Николай Снабков сможет обеспечить кредиты из Китая. Наиболее знаковой оказалась замена премьера Сергея Румаса. Правительство возглавил 46-летний Роман Головченко, человек с весьма примечательной карьерой. В 1996 году он окончил МГИМО, в 2003-м Академию управления при президенте Белоруссии. Занимал серьезные должности в Совете безопасности Белоруссии, Генеральной прокуратуре, Государственном военно-промышленном комитете, который со временем возглавил. В перерывах карьеры на родине дважды работал на дипломатическом поприще, советником-посланником в Польше и послом в Объединенных Арабских Эмиратах по совместительству в Саудовской Аравии и Катаре. Даже этот краткий список характеризует нового премьера как универсального силовика, национальная безопасность, правоохранительная деятельность, международная торговля оружием, дипломатия. Под стать тому уровню внешних и внутренних проблем, которые стоят сегодня перед лидером Белоруссии. Кстати, главой администрации президента Белоруссии в декабре прошлого года стал первый зам главы КГБ республики Игорь Сергеенко. Сам Лукашенко описал ситуацию так. Кстати, в своих подходах к экономике Александр Григорьевич столь же парадоксален, как и в других сферах. Так, либералы в правительстве никак не сказываются на его приверженности к пятилетним планам развития и советским подходам к экономическому развитию, о чем он четко заявил на совещании с активом Гродненской области. Цитата. «Формируя новую пятилетку, мы должны взять хороший пример с советских времен. Вы помните, там четко были расписаны объекты, которые будут введены в строй, и железобетонно выделялись денежные средства под эти объекты». Конец цитаты. Разумеется, данная аналогия для многих неоднозначна. Тем более, что действительно существовали проблемы как реалистичности планирования, так и качества исполнения этих планов. Но главное несоответствие с нынешними белорусскими реалиями состоит в том, что в рамках плановой советской экономики была невозможно жесткая монетарная политика Государственного банка и рыночные цены на сырье и энергоносители. Впрочем, справедливости ради отмечу, что фрагмент Гродненской речи белорусского лидера об инвестициях я бы выбил в граните золотыми буквами над входом в украинский Кабмин. Цитата. «Если 10-15 лет назад мы говорили об инвестициях ради инвестиций, чтобы только были рабочие места, нам такие инвестиции сегодня не нужны. Мы не будем строить здесь предприятия только ради того, чтобы занять людей. Нам надо строить то, что нужно. Самое главное, что будет приносить прибыль и продаваться на международных рынках». Конец цитаты. Собственно говоря, именно взрывоопасная смесь внутри и внешнеполитических соображений с экономическими факторами и вызвало громкий скандал с введением внешнего управления в Белгазпромбанк, равные доли в котором по 49,68% имеют российские Газпром и Газпромбанк. Начнем с того, что 8 июня глава Газпрома Алексей Миллер в письме министру энергетики Белоруссии Виктору Каранкевичу заявил, что переговоры о стоимости поставок газа в Белоруссию могут касаться только 2021 года, а нынешние условия окончательно согласованы 14 февраля. При этом условием будущих контрактов является полное соблюдение белорусской стороной текущего соглашения. Переведем с бюрократического на русский. Во-первых, несмотря на падение цены на газ в Европе, Минск должен закупать российский газ по цене, установленной действующим контрактом. Во-вторых, новые условия в следующем году возможны только при условии погашения существующего долга. Если по первому вопросу Минск может лишь затаить обиду, то по-второму назревает пресловутый спор хозяйствующих субъектов. Белорусский министр энергетики утверждает, что долга не существует. Просто стороны используют различные методики определения стоимости газа с учетом его калорийности. Ну, как раз суть этого спора я понимаю прекрасно. Когда мне жена говорит, ну шо ж ты так много ешь на ночь, я ей отвечаю, так это ж низкокалорийный отбивная картошка и масло. Понятно, что дата 12 июня для обыска в Белгазпромбанке была выбрана не случайно. Демонстративность такого своеобразного поздравления с Днем России очевидна. Причем событие лично комментировал Александр Лукашенко практически онлайн по ходу рабочей поездки в Витебскую область. Согласно официальному сайту президента Белоруссии, Александр Григорьевич скромно ответил на вопрос журналиста. Цитата. «Честно скажу, в нюансы пока не погружен. В деталях не знаю, что там происходит. Но я поручил председателю комитета госконтроля. Там финансовая милиция этим занимается. Сейчас в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия». Конец цитаты. Но, несмотря на то, что процессуальные действия только начались, Лукашенко четко расставил акценты. Цитата. «Даже вы, как журналист, наверное, видели эти неправомерные действия иностранного банка в Белоруссии. Мы это тоже видели. Естественно, вы знаете наш порядок. Никто никому не дал право заниматься неправедными делами, в том числе этому банку». Конец цитаты. А далее белорусский лидер не сдержался и перешел на личности. Цитата. «Что меня поразило. Этот негодяй, иначе не назову, я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там. Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня? Ты был руководителем, а они у тебя заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет». Конец цитаты. Ну и в завершение Александр Григорьевич предложил задать человеку, упомянутому им раньше как негодяй, вопрос, почему он пошел в президент. Цитата. «Когда рыльца в пушку, не лезь туда, потому что тебя измочалит сам народ. Чего полез? Потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет». Конец цитаты. Вот Круки замкнулся. С одной стороны, Белгазпромбанк оказался своеобразным заложником Минска, а значит, дополнительным аргументом в ценовом споре с Газпромом. Тем более, что упомянутые Лукашенко они, которые были у того самого негодяя заместителями, к концу первого дня следствия дали признательные показания. Все 15. Кстати, ситуация с Белгазпромбанком выглядит операцией по принуждению Москвы к переговорам. Благо 24 июня белорусский лидер будет присутствовать в Москве на параде победы. С другой стороны, тот, который полез на президентские выборы, оказался перед перспективой остаться в наручниках еще до дня голосования. Речь идет о Викторе Бабарыке, кандидате в президенты Белоруссии, которого называют основным противником Александра Лукашенко. Господин Бабарыка 20 лет возглавлял Белгазпромбанк до 12 мая сего года, когда объявил о выдвижении в президенты Белоруссии. Бабарыка легко и с большим запасом собрал необходимые для регистрации подписи. В ходе подписной кампании белорусы проявили неожиданно высокий интерес к фигуре банкира и мецената. Возможно, именно выдвижение оппонентов из старой лукашенковской номенклатуры, а кроме Бабарыка выдвинулся экс-посол Белоруссии в США Валерий Цепкало и встревожило идущего на шестой срок Александра Григорьевича. Впрочем, как поведут себя белорусские власти в отношении Бабарыки, пока неизвестно. Белорусский сайт «Новыны» отмечает, что в поддержку экс-банкира будет собрано не менее 400 тысяч подписей при норме в 100 тысяч. И с такой поддержкой нельзя не считаться. Сам за Лукашенко пока занял выжидательную позицию. «И я хочу, чтобы он попал на выборы, чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой лукашенковской диктатуре он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался. Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся, но узником совести мы его не сделаем». Конец цитаты. Фонд Карнеги посвятил феномену белорусского бунта элит интересный материал. Автор справедливо отмечает, что выдвижение кандидатов из истеблишмента похоже на вершину айсберга. Это проявление более важного феномена. Появление в белорусской правящей и бизнес-элите людей, которых всерьез не устраивает курс Лукашенко. Цитата. «Системные либералы, сторонники мягких реформ есть в каждом авторитарном режиме. И пока сам режим находится на подъеме, экономическом, внешнеполитическом или электоральном, они обычно оставляют при себе недовольство перегибами партии. Но когда экономические кризисы годами сменяют друг друга, надеждой на эволюцию разбиваются о ветосистемных охранителей и лидера страны. А сам он больше не предлагает позитивной повестки на будущее. Ситуация в умах системных диссидентов меняется». От себя добавлю, что нынешний кризис особый. Это резкий экономический спад на 4-5% ВВП на фоне COVID-19 и резкого ухудшения отношений с Россией, включая потерю важнейших ценовых привилегий. Данный кризис поставил под вопрос самовыживания белорусской элиты в условиях единоличного принятия решений, опирающихся не на анализ и прогноз, а на внутреннюю убежденность лидера в своей правоте. Впрочем, сам автор материала осторожно указывает. «Это не значит, что режим близок к расколу, хотя такие моменты почти всегда непредсказуемы. Скорее мы наблюдаем брожение в умах белорусских элит, которая впервые за много лет выплеснулась в публичную сферу». Кстати, версии «Бабарыков» и «Движенец Москвы» сомневаются даже в Польше. Деловое издание «Бизнес-Алерт» заголовок «Соперник Лукашенко, кандидат Кремля» сопроводило вопросительным знаком. Журналист издания пишет, цитата, «Действия Лукашенко могут указывать на то, что не только обозреватели, но даже сам Александр Григорьевич на самом деле не знает, стоит ли кто-нибудь еще за «Бабарыкой». Атака на «Белгазпромбанк» может быть сигналом как для кандидата, что он может быть мгновенно остановлен, так и для России. Если атака на «Бабарыку» и его бывший банк продолжится, Россия может быть вынуждена ответить. Действия белорусского руководства, независимо от того, имеются ли нарушения в «Белгазпромбанке» или нет, указывают на то, что «Бабарыка» становится проблемой, больше, чем супруги Тихановские или Валерий Цепкало. Конец цитаты. Впрочем, и в данном случае, несмотря на недоверие к лукашенковской версии руки Москвы, продвигающей Валерия Бабарыку, автор решил проявить осторожность. Цитата. «Если Кремль решит взять на себя обязательство защищать интересы «Газпрома» и его бывшего сотрудника, то для многих это будет сигналом о том, что Бабарыка действительно является кремлевским кандидатом». Конец цитаты. «Подводя некую черту, скажу, со стороны создается впечатление, что то ли по своей доброй, то ли по чужой злой воле Александр Григорьевич движется по очень рискованному пути. Ведь победа через колено на выборах вкупе с разрывом союзнических отношений с Москвой открывает прямой путь к белорусскому Майдану». Впрочем, как я уже рассказывал, мне в 2010 году пришлось быть свидетелем того, как Александр Григорьевич радостно выскочил с заседания глав государств стран СНГ в Георгиевский зал со словами «Мы неожиданно для всех поссорились с Владимиром Владимировичем, а только что мы с ним неожиданно для всех помирились». Парад победы 24 июня – неплохой шанс для Лукашенко снизить накал напряжения в рамках союзного государства. Впрочем, он может с удивлением обнаружить, что для примирения нужно согласие двух сторон. Разумеется, это был с моей стороны не более чем художественный прием. Ибо все расклады на 24 июня сторону будут знать уже к вечеру 19 июня. По окончании визита главы российского МИДа Сергея Лаврова в Минск. МИДа Сергея Лаврова в Минск.